я продолжаю освещать мастер аддон дополнительные плагины для элементар про ссылку я оставлю в описании под этим видео в этом видео я покажу как создать произвольный хедер и футер шапку сайта и подвал сайта для вашего сайта для одной или более страниц меня зовут федор васильев и подробности в этом видео плагин у меня уже установлен я использую про версию после установки мы видим здесь вот мастер аддонс прежде чем приступить к разбору хедер и футер нам нужно подготовиться зайти в странице создать страницу я создал тестовую страницу через элементар здесь в настройках я выбрал макет холст элементар также после установки данного плагина мы видим здесь появляется дополнительная кнопка через который мы можем вызвать меню вот этих вот шаблонов готовых хедер и футер и других секций если я пройду на фронтальную часть сайта на данную тест страницу у меня здесь чистый холст далее я перехожу мастер аддонс темплейт шаблоны здесь пока ничего нет здесь вы можете видеть здесь будет список всех ваших шаблонов заготовок здесь есть хедер шапка футер подвал и также есть возможность создать комментарии шаблона я нажимаю на кнопку и днюю в первом поле вы пишете заголовок вашего шаблона title templates здесь как раз таки вы выбираете для чего вы делаете шаблон хедер вверх сайта футер это подвал и комментарии в данном случае делаем хедер и дальше вы выбираете для всего сайта выбрать для определенных страниц или для определенных записей для страницы 404 так далее я выбираю для всех или архив то есть это архивная страница я выбираю весь сайт далее я нажимаю ползунок переключая включить настройки и есть две кнопки save setting сохранить или edit элемент то есть редактировать через элемент давайте нажмем save setting после этого вы видите здесь у нас появилась первая запись шапка сайта далее мы можем перейти по заголовку шапка и внести изменения если изначально что-то сделали не так далее нажимаю на edit через элемент то есть редактировать через элемент ар меня перезагружает в элемент ар далее нажимаю вот на эту кнопку всплывает окно и как раз здесь я могу выбрать хедер здесь мы увидим готовые шапки демонстрацию можем выбрать любую также здесь есть футер и секции например мне нравится вот эта шапка я прямо на нее нажима insert вставить моя шапка встает я могу здесь редактировать каждый элемент в отдельности менять телефон например цвет или удалить какой-то блок и меню клику по карандашку у вас должно быть готово какое-то меню wordpress вот меню я выбрал нажимаю обновить перехожу на сайт обновляю и вижу это меню кстати в начале я показывал что я выбрал холст элемент ар на холст элемент ар работать не будет нужно зайти в настройки здесь я выбрал просто по умолчанию но тему я использую hello то есть тема для wordpress я покажу перейду темы вот моя тема по умолчанию hello бесплатная тема можете найти ее легко в репозиторий wordpress я возвращаюсь шаблоны то есть получается вы в одном месте настраиваете шапку если вы выбрать для всех страниц то шапка будет меняться для всех страниц одновременно например я не хочу выводить логин и регистрацию на сайте я могу просто удалить эти блоки также меню можно выставить по центру если хотите заднюю подложку поменять цвет это легко сделать например так также верхняя шапка если не нужно можно полностью скрыть после всех изменений можем смотреть на сайте у нас отличная получается шапка и аналогично создается например футер нажимаем однию название пишем здесь я выбираю футер также весь сайт включить настройки сайф и также перейти в режиме редактирования через элемент аналогичными действиями мы можем выбрать макет для нашего подвала сайта здесь надо перейти футер здесь представлены разные вариант готовых подвалов я выбираю вот этот далее таким же образом вы можете редактировать любой элемент например покажу на своем логотипе поменять ссылки на свои поменять копирайты несмотря на то что у нас это находится сейчас в режиме редактирования наверху после обновления страницы на фронтальной части сайта у нас с вами все в порядке наш футер внизу все работает и Субтитры сделал DimaTorzok